Добрый день. Повторюсь, тема моего сообщения использования цитологического метода в диагностике метастазов меланомы кожи. Цитологический метод исследования первичных образований кожи в подозрительных на меланому в большинстве своем не используется. И лишь в редких случаях, например, при экзофитном поражении кожи, материал можно получить путем мазков-отпечатков. И в этом случае метод может быть полезным и работать как первичное диагностическое звено. В первичной опухоли цитолог может дать ряд важных морфологических характеристик опухолевой клетки, однако их недостаточно для окончательного диагноза меланомы, для стадирования и для назначения терапии. В каких же случаях цитологическое исследование бывает полезно? Тонкогольная аспирационная биопсия с последующим цитологическим исследованием довольно успешно решает задачу дифференциальной диагностики измененных лимфатических узлов, подозрительных на метастатические, а также при помощи исследования можно провести дифференциальный диагноз метастаза меланомы в другие органы. Коротко остановлюсь на алгоритме работы с цитологическим материалом. Для начала цитолог должен ознакомиться с основными клиническими данными по пациенту с анамнезом заболевания, то есть с тем коротким теоретическим блоком, который нам предоставляет врач-клиницист. Затем цитолог переходит к работе с цитологической картиной, которая основывается на структурных, клеточных и ядерных особенностях материала. После того, как формируется оценка процесса, цитолог выстраивает свой дифференциальный диагностический ряд, который идет в четырех направлениях. Первое. Это цитолог видит, что характер процесса не опухолевый или реактивный. И в этом случае дается цитологическое заключение о доброкачественном характере процесса и отсутствии метастаза. Если цитолог видит в своем препарате четкие признаки цитологические меланомы, тогда в корреляции с клиническими данными также выводится утвердительное цитологическое заключение о наличии метастаза. Бывает так, что цитологу не все понятно, и он расценивает процесс как неясный или неопределенный, а также он видит злокачественный характер процесса. Однако ему недостаточно цитологических признаков меланомы в препарате. В этих трех случаях применяется либо заподозривается наличие другого опухолевого процесса. В этих случаях применяется дополнительная методика иммуноцитохимическое исследование, в последствии которого цитолог более или менее может решить свою диагностическую задачу и вывести правильное свое заключение. Следующая часть моего сообщения демонстративная. Я покажу, как выглядит меланома. На мой взгляд, одна из самых красивых опухолей, которая встречается в природе. И как выглядит меланома глазами цитолога. Могу сказать, что структурные особенности это понятие для цитологии субъективное, потому что они во многом зависят от того материала, который попал в аспирационную иглу и каким образом он был нанесен на стекло. Но обязательно это должен быть обильный клеточный состав. И если это классический вариант, то меланома будет иметь обильный рост эпизолированно расположенных опухолевых клеток. Иногда границы клеток утрачиваются, и тогда мы в препарате будем видеть рыхлые сенситиоподобные структуры. Иногда клетки опухоли могут формировать эпителиоморфные структуры и комплексы, которые похожи на карциному. В этом случае цитолог должен искать другие признаки цитологические, другие критерии меланомы. Меланома очень любит строить свое кровеносное русло, и поэтому в препаратах мы часто будем видеть пролиферирующие капилляры, вдоль которых муфтообразно нарощена опухолевая масса. Клеточные ядерные особенности меланомы в препаратах у цитолога весьма и весьма разнообразны. Если мы видим веретиноклеточный вариант, мы будем видеть удлиненные отрощитые клетки с такими же удлиненными, иногда полочковидными ядрами. Если это эпителиоидно-клеточный вариант, мы видим в препарате крупные клетки округлой формы с такими же крупными ядрами, и будет четко прослеживаться эксцентричность ядра относительно цитоплазмы. Иногда меланома состоит из очень мелких клеток, которые по размеру чуть крупнее эритроцита. В отдельных случаях меланом проявляет себя как резкая полиморфная злокачественная опухоль, в препарате которой мы будем видеть большое количество крупных местами анаплазированных клеток с полиморфными множественными ядрами. При окраске зенофильными красителями цитоплазма будет у нас из зенофильных тонов. При окраске азуровыми красителями это серая, полимхроматофильная или базоофильная. Очень часто меланома проявляет тенденцию к эксцентричности ядер. Это когда ядро располагается у одного полюса клетки. Если ядро расположено центрально, то мы будем видеть широкую, хорошо выраженную цитоплазму с волнистыми контурами. Если у нас веретиноклеточная опухоль, она будет иметь право на количество отростков, сколько ей захочется, 2, 3 и множественные отрощитые клетки. Мы всегда будем видеть гипертрофированные нуклеалы, ядрышки, иногда множественные. Что же ищет цитолог, когда смотрит препарат для исключения метастаза меланомы? Конечно же, пигмент. Перед вами два слайда. С одной стороны, пигментная меланома, где пигмент находится как внутриклеточный, так и внеклеточный, и он обильный, покрывает полностью клетки, цитоплазму. Иногда пигмент может быть в виде единичных гранул, иногда он может быть полевидным, едва уловимым. В случае беспигментной меланомы цитолог при наличии клинического анамнеза должен искать другие признаки цитологические меланомы. Если мы их не находим, то даем общее заключение о констатации злокачественного характера процесса. Второй признак, который ищет цитолог в опухоли, это внутриядерные инклюзии. Инклюзии — это округлое образование, округлое просветление внутри ядра с четким кантовкой гиперхромной по периферии. Они светлее, чем ядрышки, и они достаточно часто повторяются в меланоме, мы их часто видим в препаратах. В зависимости от типа опухоли, они все равно должны быть найдены. Еще один признак — это присутствие большого количества двухядерных клеток. Вне зависимости от типа меланомы, эпителиодноклеточная или веретиноклеточная опухоль, мы будем постоянно видеть в препарате двухядерные клетки с крупными, гипертрофированными, иногда множественными нуклеалами. Также, кроме этого, в препаратах мы будем видеть трехядерные клетки, многоядерные, анаплазированные. Меланома обладает высокой пролиферативной активностью и очень часто демонстрирует большое количество метозов, включая атипичные. Для меланомы существует ряд меланоцитарных маркеров. В нашей лаборатории наиболее часто применяемые являются HMB45, который дает позитивное окрашивание в цитоплазме, и SOX10, который позитивно окрашивает ядра. Привожу пример клинического случая, где диагноз было поставить нетрудно, потому что и цитологическая картина, и клинические данные, и иммуноцитохимия — все совпало. Пациент с диагнозом неизъязвленной эпителиоидно-клеточной злокачественной меланомы кожи правой голени был диагноз поставлен в нашем центре. Пациент лечился, но спустя некоторое время при плановом обследовании были обнаружены ЭОС-признаки внутригрудной лимфоденопатии, подозрительные на метастатические. Была проведена тонкоигольная аспирационная биопсия под ЭОС-контролем, и материал направлен для работы в лабораторию. Цитологическая картина проявляла все черты меланомы — обильный клеточный состав, чистый фон препарата, эпителиоидные клетки с эксцентричными ядрами, с высокой пролиферативной активностью. Мы увидели большое количество метозов. Другие поля зрения мы находили двухъядерные клетки, которые характерны для меланомы, многоядерные анаплазированные с включениями внутрицитоплазматическими, более вероятно, пигмент. Также присутствовали клетки с множественными инклюзиями. Был изготовлен клеточный блок. В материале клеточного блока микрофрагменты опухоли. При постановке дополнительной методики иммуноцитохимической мы подтвердили, что перед нами метастаз меланомы. Впоследствии гистологическое заключение. Также был выставлен диагноз метастаз эпителиоидно-клеточной меланомы. Но не всегда бывает все четко и понятно. Иногда приходится цитологу выстраивать дифференциальный диагноз. Если это лимфатический узел, то прежде всего мы дифференцируем с реактивными состояниями лимфатического узла. Кроме этого, мы должны всегда помнить, что у пациента могут быть другие опухоли. Дифференциальный диагноз с другими опухолями тоже часто проводится. На этом слайде показываю два материала совершенно двух разных пациентов, где мы видели и в том, и в другом материале злокачественную круглоклеточную опухоль, которая не имела каких-то специфических цитологических черт. И при помощи иммуно-ацитохимического метода исследования у одного пациента был выявлен метастаз меланомы, а у другого пациента оказался лимфопролиферативный процесс. Иногда цитолог ограничен, даже зачастую цитолог ограничен количеством цитологических препаратов. Бывает один препарат или два. И если мы в препарате видим опухоль, но у нее не будет каких-то специфичных черт меланомы, в таких случаях цитолог дает описательный характер заключения и дает обобщающее заключение констатации злокачественного процесса или реактивного процесса. И второй клинический случай, привожу пример, где цитологам пришлось провести дифференциальный диагностический ряд. Пациент с диагнозом меланомы, хореида и правого глаза, состояние послехирургического лечения, прогрессирование вопрос. Спустя достаточно длительное время у пациента появились жалобы на выраженную общую слабость, а дышку, по данным компьютерной томографии, был выявлен левосторонний гидроторакс, а также утолщение плевры до 4 мм. Была эвакуирована плевральная жидкость и цитологический традиционный материал содержал бетелиоморфную злокачественную опухоль. Клетки располагались диссоциированно, крупные, с эксцентричными ядрами и с присутствием большого количества двухъядерных элементов. В принципе, цитологическая картина вполне соответствовала прогрессированию процесса, соответствовала метастазу меланомы. Был сформирован также клеточный блок, и мы провели две иммуноцитохимических реакции на исключение меланомы. Они оказались негативными. И в таком случае мы заподозрили, что у пациента может быть другая опухоль. Была проведена, развернута более широкая иммуноцитохимическая панель. Привожу диагностически значимые антитела, которые помогли нам установить мезотелиальную природу опухоли. И при последующем была выполнена биопсия париэтальной плевры, и гистологи подтвердили наше заключение эпителиоидно-клеточной мезотелиомой плевры low-grade. На примере этого случая показываю, как современная методика с изготовлением клеточных блоков и применением иммуноцитохимии помогла нам разобраться в процессе и поставить вторую опухоль. И в заключение я привожу выводы. Цитолог располагает достаточно убедительными цитоморфологическими критериями меланомы. Метод эффективен диагностике метастатических поражений. Уточняя еще диагностику в виде иммуноцитохимического исследования в сомнительных случаях, способна подтвердить меланому либо установить другую опухоль. Клинические данные, полученные от лечащего врача, позволяют в большинстве случаев эффективно решать цитологические задачи. Благодарю за внимание.